Доброго дня! День сегодня прекрасен не только потому, что он открывает новый весенний месяц, но и главным образом потому, что сегодня можно смеяться до упаду, а самое главное не запрещать, а делать окружающим. Но постарайтесь не поддаваться на удочку. День смеха. Я не знаю, что мы будем делать сегодня в эфире, но полагаю, что врачам смеяться не стоит. Это так? Ну, конечно, сегодня мы очень смеяться не будем, конечно, но сегодня поговорим мы на такую фразу, на тему все болезни от нервов. Да так ли это мы сегодня обсудим в нашей рубрике «Ваш доктор». Ух ты, как все серьезно! А у тебя тоже все серьезно сегодня в нашей вкусной шкатулке? Ну, я бы сказала, не прямо все серьезно, но весна, горожане в эти выходные все отправились жарить шашлыки на даче, на природу, поэтому я сегодня покажу несколько простых закусок, которые можно взять с собой. Здорово! Я так чувствую, сегодня будет весело и вкусно. Но доброго дня еще раз. День смеха, он слегка коварен, потому что все мы помним, как в детстве, дав волю фантазии и подшутив над кем-то, и вдоль насмеявшись вдоволь, потом сами мы могли стать жертвой такого же рода шутников, и нам было почему-то совсем не смешно. Посему, я думаю, это дело каждого, смеяться, вернее, шутить над кем-то или не шутить, но есть один человек, который не выбирает. Он просто шутит и все. Такой человек, Вадим Лопаров, Бабар, прошу на сцену. Это знаменитый радиоведущий, это инстаблогер. Вот именно этим занимается он прямо сейчас. И это Тамада. Ну что, выключи. Все, до свидания. До свидания. Он не позволяет нам работать, я так чувствую. Привет, Вадим. Ты любишь разыгрывать людей в День смеха? Нет. Почему? Честно признаюсь, нет. Ну, потому что я считаю, что мне не хватает фантазии для того, чтобы придумать какой-нибудь классный розыгрыш. Хотя... Ты знаешь, слышать от КВНщика, это очень странно. Нелюбовь к повторениям, наверное, самая главная причина в этом. Потому что не хочется повторяться, хочется быть постоянно новым, чем-то удивлять, а все уже в этом плане позади. Потому что раньше были приколы, ну, честно признаться, в нашей компании были страшные, страшные приколы. Хотите, расскажу? Да, ты же самый страшный. Ребята, это сейчас будет ужас, просто я сразу предупреждаю, что... Короче, берег Байкала, лето, жара, рыбалка, встреча друзей, КВН, все, все дела, радостные, все веселые, все, ну, естественно, встречаются уже второй день, ну, то есть, как бы, основная встреча была вчера. То есть, старые дружи у вас тут сыграли. А сегодня на утро уже. Вот, ну и кто-то, видать, утром банку с икрой, я не знаю, зачем он взял, кабачковой, перед палаткой, ну, так вот, раз, и... Прокинул. Да, я прокинул. Ну, представляете себе, лето, жара. Зрелищно не очень. Да, утром человек из палатки выныривает, видит перед собой, а это так, ооо, а тут сразу же подбегает второй, такой, ооо, ну, и там такое слово, ооо, которое заканчивается на о, он такой, ооо, и начинает есть, тут все, вау. Ужас. Вот, я говорю, это ужас. Вот, поэтому как-то это. Действительно страшно. Девочки, у вас редкий случай сейчас, возможность задать вопросы одному из самых веселых томат или томады. А можно я по своему, так сказать, профилю задам? Самое экзотическое блюдо, которое вы пробовали в своей жизни? Да, я, честно признаться, не знаю. Нет такого, чего он не пробовал, наверное. Да, да, нет такого, чего я не пробовал. Нет, ну, самое, прям, вот, которое запомнилось. Запоминающееся? Да. Я очень сильно хочу попробовать ферментированные яйца, вот эти вот, которые 40 дней лежат там в земле, где-то под компостом. Ну, ни разу не видел нигде в продаже, нигде рядом не проходило. Так бы обязательно. А так, вы знаете, честно признаюсь, я кулинар еще тот. Да вы что? Поэтому у меня каждое блюдо, это просто, понимаете, это верх экзотики. Я беру все, что у меня есть дома, все собираю в кучу и все. И так вот примерно думаю, ну, соли много не надо, наверное. Тем более, что лучше не досолить, чем пересолить, правда? Вот, перец, да, перец хорошо, перец люблю, чили, зашибись. И вот так вот, вот так вот вы готовы. А, я поняла, вы все просто перемешиваете и все, да? Мне вот интересно, откуда взялся такой псевдонимбабар? Псевдонимбабар, да. Кстати, не мешало бы напомнить. Юля, если ты меня слышишь, Юля это мужчина, врач. Что ж такое? Ну, его Юлина, вот просто. Юлий. Спасибо тебе большое, именно он меня так назвал. У меня фамилия Лопаров, поэтому Лопар, Лопарик, как-то вот так вот это было постоянно. А тут он тоже как-то раз с вечера или с утра такой, Бабар, о, Бабар, ха-ха-ха, Бабар, и все, и приклеилось, как обычно это было. А он знал о существовании Бабара? Нет, тогда еще не было этого мужчин фильма, который на РЕН-ТВ. Он появился через год, наверное, полтора после того, как я стал Бабаром. Вот так, ты первей. Ну что, ты начал свою деятельность еще и как инстаблогер с недавних пор. Расскажи, зачем. Потому что ты путешествуешь по миру и хочешь поделиться со всеми? Да, конечно, именно из-за этого. Вот хочу поделиться активно. Мы в последнее время с супругой начали, Наташа, привет, начали ездить, ну, прямо вот активно. И действительно, есть чем поделиться. Есть очень много разных хитростей, потому что мы ездим исключительно дикарями, то есть никаких гостиниц, ничего, ну, там, в крайнем случае, вот. Ну и, естественно, богатейший опыт по поводу того, как можно хитро и недорого, в общем-то, достаточно демократично прорваться везде. А сейчас мы еще и с детьми, ну, то есть у нас есть маленькая малютка и три года, вот, и старшая. И вот мы всей бандой, вот, как можно отдыхать демократично и по ценам не очень дорого за границей четвером, да. И в какой стране были в последний раз? Он за рулем их объездил. Ой, Наташа, в какой мы были стране, я не помню. Ну, а сколько всего объездили? А мы вот считали, мы считали у нас в активе порядком 19 стран, что ли. 19 стран. Ну что, опыт есть, и можно делиться, вполне приветствую. Приветствую. Расскажи, пожалуйста, почему ты всегда находишься в хорошем настроении? Я вот с Бабаром работаю много лет. Да. Он всегда в хорошем настроении. А когда в плохом, ему не мешает ничто улыбаться и говорить так, как будто у него все хорошо в жизни. Ну. Наверное, все равно что-то плохое же бывает. Нет. Он. Всегда, всегда со мной происходит только плохое. Вот, кстати говоря, жизнь только что подшутила надо мной. Я, когда ехал на прямой эфир, попытался у вас припарковаться здесь. Ну, понятно, дохлый номер, да, я, значит, прокатился в одну сторону, в другую сторону. Вот, уже такой поставил машину где-то в полукилометре отсюда, там во дворе где-то. Возвращаюсь, смотрю, место свободное. Я обратно за машиной прибегаю. Занято. Обратно возвращаюсь, я там занято уже. Вот, всякие разные штучки, дрючки со мной происходят всегда. Я четко знаю, что если что-то может произойти, то это со мной произойдет. Ну, и поэтому, как бы, я не запариваюсь по этому поводу. То есть я знаю, что вот самое вот снизу все это мое. Поэтому, как бы. А если получается вдруг что получше, вот и радость. Ну, это во-первых. Во-вторых, на самом деле, никому же не интересно, что происходит с тобой. Правда, Витя? Вот. Плохое твое настроение, там, что-то у тебя там произошло, что-то. Никому нет дела. Ты хорошо, что ты вслух ничего не говоришь. Да, но редкий случай. Редкий случай, когда я говорю, хорошо, что у нас, вернее, жаль, что у нас показывают. Потому что твоя артикуляция радиошная может выдать тебя. Скажи, пожалуйста. А как вы думаете? А, да, говори, говори, говори. Как вы думаете, зачем человеку пальцы на ноге? Это сейчас экзамен тебе? А? Как КВНчику экзамен. Нет, нет, это очень... Серьезный такой вопрос. Нет, почему? Это наоборот, это просто, на самом деле. Вот, когда ты стоишь, и тебе нужно проверить чистоту носка, которая лежит под диваном. Ты же не будешь наклоняться, доставать его, раз, ногой так, видите, зацепил, поднес и проверил. Это самый лучший ответ на этот вопрос. Экзамен пройден, пять плюсов. Есть еще у тебя такие вопросы? Нет, я просто думала, что они для педикюра нужны. Нет, это женщины. Ой, я прошу прощения, я же на город мужчин шел, думаю, еще девчонки здесь в час 1 апреля меня разыграли, думаю. Ты знаешь, нам повезло, что у нас не четверг, потому что я точно знаю, что с четвергом у Бабара связано нечто особенное. Что именно? Почему четверг не твой день? Ты считаешь? Ну все, у нас сколько времени есть? Две минуты. Нет, я разработал целую теорию. В течение своей жизни я понял, что тяжелый день не понедельник, не вторник, ну у кого какой, да, а четверг. Причем научное есть подтверждение тому. Даже не научное, а народное. Народ, он мудр, и он всякую фигню придумывать не будет. Вот, а он придумал несколько таких поговорок. После дождичков четверг. Что обозначает? Никогда. Все, рыбный день, когда? Четверг. Никогда? Никогда. Все очень просто. Четверг, надо просто воспринимать его таким, какой он есть. А в четверг дела не ладятся. Поэтому... У вас не ладятся. У меня лично конкретно, и у вас теперь у всех тоже. Если бы вы видели, каков он в четверг по утрам в радиограмме, допустим, в каком-нибудь эфире, это, конечно, нечто. Но, тем не менее, у тебя есть свои секреты, и немножко времени для этого тоже есть, чтобы ты ими поделился. Как привести себя в бодрое, веселое, хорошее состояние? Вот так? Все. То есть сначала вот так вот? А потом... И потом... И потом начинаешь улыбаться, улыбаться, уголки поднимаются, поднимаются. Сначала их силой тянешь туда, а потом они уже сами расходятся. Ну, вы же знаете, когда работают мышечные лицевые мышцы, вырабатывается гормон счастья. Да, да, да. Все, улыбка на лице, радостно на душе. Все. Очень просто. Ну что, у тебя, как у медика, наверняка еще есть вопрос к Бабару. Я точно... Как у медика к бывшему медику? Да, это же бывший медик, да? Ну, как бывший медик. Я учился, работал на скорой помощи порядка 10 лет. А почему решили уйти? У меня такой вопрос. Ох, ну я вам скажу. Ну, когда Родина сказала, мне нужны медики, мне нужны врачи, я пошел в медицинскую. Когда Родина сказала, мне нужны хорошие врачи, я ушел. Ну, потому что, на самом деле, медик, он же, ну вы же понимаете, он не может быть плохим или хорошим. Он должен быть. Он должен быть лучшим. Да, он должен быть лучшим. Не, ну я от Бога, на самом деле. У нас по всей Родове мы вправляем вывихи. Ну, то есть я до сих пор, не зная, на самом деле, геометрии и физики этого явления, могу вот так вот раз и выдернуть человеку там палец, плечо вставить, челюсти вставляю. Ну, то есть всякое бывает. То есть у меня, видишь, все не просто так. Так, кстати, свой, а давай еще вернемся к тебе, и у меня есть один маленький вопрос, но сделаем мы это сразу после рекламной паузы, никуда не отходите. Мы возвращаемся в студии. Я напомню, что сегодня мы беседуем с веселейшим человеком, радиоведущим, инстаблогером, домодой, Вадимом Лопаровым, но больше мы его знаем, как Бабар. И вопрос родился не у меня, но у нашей Ирины. Она глядит на вас плотоядными глазами, потому что знает, что вы любите покушать. Так ведь? Потому что видит, что вы любите покушать. Видит прямо, что человек, клиент наш. Что бы вы ни стали кушать, даже если были бы очень голодны. Вот. Это она приготовит тебе. Я не... нету такой еды. То есть, вот правда, честное слово, вы знаете, лет до 25 я очень был избирателен в еде. Вот прямо вообще. Я не ел рыбу, я не ел острое. А потом что-то раз, произошло, я связываю это с тем, что у меня был кризис среднего возраста. 25 лет. Ускоренный, да. Ускоренный. Потом раз и все, и я начал есть все. Я ем все вообще. Вообще все. Все. То есть, вот эти вот... Я пью воду из ведра. Он не травится и не болеет, кстати. И вот это тоже великий секрет. Традиционные якутские блюда, кровяная колбаса. Ну, конечно, конечно, естественно, да. А, ну да, вот вспомнил. Есть-то я могу все, у меня организм не все принимает, да. Правда, вот слишком жирное, вот, ну, не принимает, да. То есть, я в себя ее загружаю, а она выходит сразу же. Спасибо тебе, что в день смеха ты так нас порадовал. У тебя есть несколько секунд для того, чтобы сказать добрые слова нашим телезрителям. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Всем желаю улыбаться почаще, чувствовать себя прекрасно. Пускай в вашей жизни будет поменьше хлопот и тревог. Ну, и, конечно же, помните, если вам нужен тамада... Ох, да. Скромность. Реклама. Скромность украшает. Ну что, нам пора переходить к гораздо более серьезным темам. Как уже было сказано, врачи не шутят, но это мы еще проверим, знаете ли. Впереди рубрика «Ваш доктор». Ну что ж, как мы уже вначале сказали, все болезни от нервов. Так ли это или нет, нам сегодня расскажут наши сегодняшние гости. Алина Жиркова, пожалуйста, проходите. Психолог Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как наше сегодняшнее настроение в день смеха? Кого-нибудь уже разыграли? Не успела пока. Не успела, значит, готовилась, да? Да. То есть врачи шутят все-таки. Каков ваш любимый розыгрыш? Врачи? Я психолог. Я понимаю, но все равно. Ну, наверное, добрые шутки, да? Да, конечно. Да, конечно. Которые не задевают и не... Ну теперь давайте к теме вернемся, девочки. Не даю, чтобы говорить. Ладно, хорошо. Что такое вот психосоматика? Сейчас она очень популярна, да? Все болезни от нервов. Правда это или нет? Влияет ли наше психологическое состояние на наше душевное состояние? Да, наше душевное состояние, оно, конечно, отражается, да? Все наши переживания и наше здоровье, оно все равно взаимосвязано. Но утверждать о том, что прям от наших нервов, нашей болезни, это, конечно, тоже неправильно. А вот какие наиболее частые причины? Какие заболевания являются? Ну, говорят о том, что 70% заболеваний имеют в той или иной мере, да, психологический характер. Даже 70%? Да, 70%. И у каждого все очень индивидуально. То есть, если, допустим, связывают то, что гнев и раздражение, они связывают, допустим, могут стать причиной инсульта. Даже, да? Ага. Связывают такие заболевания, как постоянное нервное напряжение, может вызвать болезни желудочно-кишечного тракта. Язвы, язвы, потому что тресс вызывает. Да, вот. Еще связывают такие моменты, как наши обиды, наша зависть, она может вызвать даже такие серьезные заболевания, как онкология или сахарный диабет. Очень интересно. Тоже очень серьезные. Вы знали, да, об этом? Да, я слышала. Читаю. А щитовидная железа? Ну, все, да. Да, конечно. Стресс тоже, да. Самое опасное, видимо, чувство – это обида и зависть. Именно они почему-то, как я читала, вызывают такие серьезные заболевания, как и язва, и увеличение щитовидной железы, и вплоть до онкологических заболеваний. Конечно, это как бы неподтвержденно научно, но все-таки слухи циркулируют очень сильно и глубоко. А как вот помочь человеку, если он уже находится в такой серьезной депрессии, там, стрессе, да, постоянном работе, стресс, как вот нужно предотвратить, можно предотвратить, уменьшить? Ну, во-первых, каждый человек, он должен следить за своим здоровьем, да, за своими эмоциями, за своими переживаниями, и, соответственно, обращаться к врачам, к психологам, к психотерапевтам. И еще есть такое новое направление, как клинические психологи, да, и они работают, допустим, в больницах. И все это в комплексе, допустим, если у человека диагностировали, ну, как серьезное заболевание, как онкологию, да, то человек, он должен подходить, ну, комплексно. Да, не только с онкологом работать, да, получается, но и со психологами, с клиническими психологами, да. А вот про детей мне очень интересно. А, мне тоже интересно, Оля, давай я хочу спросить. Дело в том, что дети же такие хитрые создания, они не хотят идти в садик или сходили, им не понравилось. И у них они вот заболели сразу. И потом у них как-то вот эта связка в голове появляется, что не хотят, можно заболеть, они не идут. И вот эта вот зацикленность, она не проявляется ли? Как распознать, болезнь-то действительно или все-таки чувство ребенка? Ну, чувство, ну, наше переживание, да, в основном зависит от того, что мы находимся в неизвестной нам обстановке. Да, то есть, таким образом, когда ребенок попадает в первый раз в садик, представьте, как взрослый человек попал в джунгли, да. Да. И точно так же ребенок будет испытывать очень такие сильные эмоции, да. Если они подтвердятся тем, что негативом, да, допустим, ударят кто-то, что-то, ну, подтвердятся его такие опасения, то, конечно, ребенок, он сам же не может справиться с этой ситуацией, да. Соответственно, это отражается на его здоровье. Ребенок уже тоже может заболеть вплоть до различной аллергии и так далее, могут быть, да, рубежицы? Да, да. Если, допустим, у ребенка диагностировали аллергию, то, опять-таки, комплексный подход, да, мы, конечно, обращаем на его физическое здоровье и психологическое, то есть мы должны оценивать и систему семейных отношений, да, есть ли там конфликты с родителями. Ну, в основном, есть такая связь, да, если родители постоянно находятся в напряженной обстановке и конфликтуют, то ребенок, конечно, может заболеть. Скажите, а как не попасть к шарлатану, который может залечить? Ну, конечно, к шарлатану, чтобы не попасть, надо лицензию. Сейчас же очень много таких тренингов проводят, да, психотренинги, которые вот это все вылечат, онкологию даже всю эту. Да, но если объявление написано о том, что через 10 сеансов мы можем вылечить онкологию, и все будет хорошо. А если нет, мы вернем вам деньги. Это все должно быть в сторожей, да. Конечно же, мы не должны попадаться на такие уловки. То есть вот так, да, только сам человек, самоконтроль. Да. А вот вы, как психолог, например, бывают же моменты все равно какой-то грусти, отчаяния, да, как вы выходите из этого состояния? Ну, на уровне бытовом, можно сказать, да. Если наши эмоции, да, оседают в нас, да, те же самые негативные эмоции, то мы должны их выплеснуть. А выплеснуть мы можем только посредством физического, физической нагрузки. Вы начинаете работать, ага, активность, да? Это, да, физическая активность, как бег, ходьба, плавание, да, ну, вот активизация именно физическая. А если я вязать ночную или шторы перевешивать? Обязательно, да, то есть то, что приносит нам удовольствие. Или готовить начать. Да, 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 хотя готовить с плохим настроением не стоит. Говорят, не надо, да. Но вообще, да, сходятся во многом и наши сотрудники в том, что уборка лучший способ снять стресс и забыть все плохое. Уборка по дому. Уборка, также еще и методы саморегуляции, да, то есть это может быть йога, медитация, да, аутотренинги, все это, конечно. Аутотренинги помогают, да, действительно? Да, конечно. А какой-то маленький, можете привести, например, какую-нибудь там позу какая-нибудь или фраза, что-нибудь такое? Я самая обаятельная, привлекательная. Глядя в зеркало, да, с утра. Да, конечно. Нет, нет, дайте слово. И день начинать именно надо с утки. То есть все-таки бабар прав. Смотришь в зеркало, улыбаешься и говоришь. Что там надо говорить? Растягиваешь уголки. Да, мышцы лица растягиваешь. А говорить, что при этом нужно? Что-то у тебя все будет хорошо, день пройдет хорошо. Ну, такой аутотренинг своеобразный, да. Скажите, настраиваешь? Настраиваешь, да, саморегуляция организма. А вообще у вас такие люди обращаются, да, к вам с различного рода заболеваниями, вот, чтобы в комплексе это все лечить? Ну, да, да, обращаются. И проблема, конечно, у каждого человека, она индивидуальна. Да, то есть, допустим, если один метод помог одному человеку, то со вторым, возможно, этот номер не прокатит. Да, поэтому надо очень индивидуально подходить к каждому клиенту. Индивидуальность наша все. А вот сейчас как раз же весна. Да. Время депрессии, время неадекватных людей. Неадекватных, обострения. Которые часто попадаются. Как защитить себя от депрессии? От депрессии? От депрессии. От маниакальных состояний, нет? Ну, опять-таки, мы должны именно наблюдать за своими здоровьем, за своими эмоциями и так далее. Больше времени... Но говорят же, что эмоции под контроль нельзя взять. Врут? Ну, опять-таки, как наши негативные эмоции, они всегда мы испытываем. То есть все однотонно не может быть. То есть если все одинаково, то это наоборот уже какой-то диагноз может быть. Поэтому под контроль, конечно, взять невозможно, но какую-то часть регулировать тоже можно. Мне кажется, можно, можно. Мне тоже кажется, что нужно какой-то плюсик такой ставить, и это, и каждую эмоцию, а ну и что, там что-нибудь хорошее искать, да, такое. А ваш секрет хорошего настроения в чем состоит? Ну, вот испортили настроение кто-нибудь. А у вас следующий подсоедин, как вы себя приводите в порядок? Приводить в порядок, допустим, да, ну, индивидуальный подход, опять-таки, да, мы же профессионалы, мы должны понимать, что не должны налаживать, ну, посредством наложения, то есть, да, чужую проблему на другого человека, да, то есть мы в этом ориентируемся. А обычным людям, да, это... Им сложно. Ну, опять-таки, можно научиться. Можно научиться. Ну, то есть вы понимаете, что этот человек пришел со своей проблемой, перевалил ее на вас, и вы умеете от этого как-то быстро избавляться. Да. Как здорово. Ну, излишки профессии, можно сказать. Понятно. От вас какие-то пожелания на шутерезритель? Пожалуйста. Ну, хотелось бы пожелать всем удачи, позитива, позитивного настроя и благополучия. Да, у вас. А мы, знаете ли, мы хотим пожелать, чтобы никто вас не разыгрывал, а если были бы шутки, то только добрые, потому что, да, могут и детские травмы даже остаться от каких-то жестоких шуток. Ведь так же? Да, конечно. И можете сейчас пойти кого-то разыграть? Нет, нет, нет. Не надо. А почему нет, кстати? Можно? Можно. Я так чувствую, Алина просто хочет кого-то разыграть. Поэтому она так настаивает. Смех продлевает жизнь? Да. Конечно, продлевает жизнь, потому что вырабатываются ваши гормоны, счастье. Гормоны, это все своими связано. Вот видишь, два врача, это гораздо больше. Нам все тут хорошее рассказали про смех. Мы вернемся в нашу студию через паузу. Спасибо. В день смеха, конечно, хочется говорить о веселом, о смешном, охотой и пошутить, и посмеяться. А вечерком наверняка захочется посмотреть какую-то комедию. В следующем нашем сюжете как раз подборка удачных фильмов. День смеха – это отличный повод провести вечер за просмотром комедии. Какую же посмотреть? Мы с радостью подскажем. Все заряжены весельем киноленты. Кстати, они находятся в свободном доступе в интернете. Начнем с комедии под названием «Если свекровь – монстр», которая вышла в свет в 2005 году. Она до сих пор актуальна и не может не вызывать улыбку. В главных ролях – любимицы публики Джейн Фонда и Дженнифер Лопес. За их войной в кадре наблюдать очень забавно. Да, когда ты встречаешь мужчину своей мечты, то никогда не стоит забывать о его матери, которая, как правило, просто так своего милого сыночка вряд ли отпустит. «Неожиданно!» «Нет! Нет!» «Мама! Мама! Мама! Ну, не плачь, мама! Вот, держи!» «Нет! Нет! Спасибо! «Чарли!» «Не думала, что меня это так растрокает!» «Прости, пожалуйста!» «Я просто... «Спасибо! Я так тебя люблю!» «Я тебя люблю!» «И я тебя люблю!» «Я тоже тебя люблю, мама!» Все мы знаем Рене Зельвегер по ее нашумевшей роли Бриджит Джонс. Но в копилке актрисы есть и другая кинолента «Замерзшая из Майами». Фильм подойдет для тихого вечера после работы, когда хочется посмотреть что-то очень легкое, доброе и светлое. История противостояния обычного провинциала и жесткой карьеристки. Каким же будет финал? Предлагаем посмотреть со второй половинкой. Будет, что обсудить после. А сейчас унесемся в далекие 50-е и вспомним игру обворожительной Одри Хёбберн. В киноленте «Римские каникулы». Это классика мирового кинематографа, которая должна красоваться на полке любого киномана. Главная героиня старается убежать от проблем и забот. Она принцесса и хочет испытать жизнь без пафосных приемов и наигранных любезностей. Это ей удается, но затем она удивительным образом встречает журналиста. И тут начинается самое интересное. А в 80-х итальянцы сняли не менее забавное кино. Безумно влюбленный. А в главной роли, конечно же, сердцеед Андриана Челентано. Он покорил весь мир не только своими шутками и фильмами, но и своим голосом. А красота Арнеллы Мути заворожит любого зрителя. Так что полтора часа пролетят незаметно. Если вы уже смотрели данную киноленту, то можно включить ее еще раз, чтобы отвлечься от рабочих будней и посмеяться от души. Сколько сахара? Причем тут сахар. Клади сколько хочешь. Так ты меня отпустишь? Нет. Когда поженимся, кофе мне будешь варить ты. Для любителей французского кино предлагаем обратить внимание на картину с интересным названием «Бобро поржаловать». Рейтинг этой комедии высокий, но почему-то в России данный фильм не получил широкой огласки. Он заставляет смеяться с первых минут. Особенно забавляет речь персонажей. Не будем раскрывать все подробности. Обязательно посмотрите, и очередная порция веселья вам обеспечена. Я надеюсь, вы воспользуетесь советом теми фильмами, которые прозвучали в нашем сюжете. Вернее, название их найдете, и что-то обязательно сегодня вечером увидите. Ну, а у нас уже в студии человек-оркестр, наверное. Я думаю, что о нем мы немножечко сейчас вам расскажем, прежде чем представить его. Это Семен Ларионов. Это человек, у которого в Инстаграме сколько? 30 тысяч подписчиков. Это человек, который не только своим творчеством интересен, он, кстати, музыкант, еще его любит молодежь, и он еще снимает какие-то коротенькие видео, которые тоже набирают популярность. Реальные случаи, когда я работал на Йоте. Здравствуйте, а у вас все сим-карты? Здравствуйте, а у вас сим-карты на что интересуют? На телефон, на модем, на планшет? На телефон надо мне, на телефон. Сим-карт на телефон. Сим-карт на телефон стоит 500 рублей, же местная плата 470 рублей. Туда входят 300 минут безлимитный интернет. На эти 300 минут вы можете звонить на любые номера рассеянные, любые региональные сети, считая и стационарный телефон, и все это на это бесплатно. А интернет безлимитный, без трафика, без ограничения по скорости, то есть вам не дают определенное количество гигабайтов, которые вы можете сказать, что вы хотите, что вы хотите, что у вас все равно за это ничего не будет. Вопросы? Я не поняла. Первые два предложения, а потом все. Как вы научились так быстро говорить? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, быстро говорить, быстро говорить. Ну вот это вот видео же есть. Это реально у нас случай у меня в Йоте был. Когда я с Ярдс Армии приехал, Йоте устроился работать, ну как-то надо было продержаться, думаю. Это уже до сентября, до поступления очень, до абитура. Ну вот, пришел в Йоту работать, и там как раз такой мейнстрим был, когда все покупали на Йоту. Йота это новая сим-карта, все туда, короче. Ну и у нас постоянно была длинная очередь, и ты устаешь объяснять одно и то же каждому человеку, короче. И я так ходил, очередь собирал из десяти людей, так, слушайте внимательно, вам понятно, вопросы есть, нет, ладно, еще десятку соберу, где-нибудь два, и все-таки объясняю. Так очередь, вот с первого этажа до входа, прям очереди же такие же были. Я ходил, так объяснял, короче, всем. Здорово. А вас понимали, если так вот пулеметом выстреливать? Вот. Не знаю. Ну да, по идее, ну вопросы есть, спрашивайте как бы. Ну когда под конец уже, где-то это было в августе, когда я увольнялся, ну то есть, когда меня уволили. Там, там я что сделал-то, ну там уже, да, я как-то начал забивать уже там. Начал вот так объяснять. Вот оно халатное-то отношение к работе, к чему ведет. Ну я думаю, что к своему творчеству вы относитесь отнюдь не халатно. Ну, когда как, да, честно скажу, ну когда как. Ну сам я как бы творческий, у меня бабушка творческий человек. Поэтому у вас кофточка «Бе-Ого-Тодэ». Видимо, не зря «Бе-Ого-Тодэ». Да, что в переводе «Бабушкин внук», «Бабушкин вредничка». А у меня вот значок у вас на кофте. Это я, короче, судист был, в составе жюри сидел во второй школе миссии «Мистер». И там какая-то девочка подарила, я такой, ой, спасибо. Слушайте, в день смеха вы любите подшутить над окружающими? А расскажите-ка. О чем рассказать? Как я шучу над друзьями? Ну что-нибудь вам в ответ прилетало там? Да, как-то раз, короче, я работал в этом вредничке. Так, уже смешно. Я был в вредничок. Да, в лагере, вредничок. И мне надо было утром ехать в юбилей бабушке. Я такой, встал в 6 часов утра, на меня в другую деревню ехать из города. Встал, и все ребята спят, получается, в вожатский корпус. Я взял себе кроссовки, так связал, короче, так-так-так-так-так. Об один шнурк и убежал. Ну, потом меня встретили с пневматом, конечно, с пистолетом. Нет, серьезно, стреляли, а я там матом укрывал себе. А почему кролик, бро? Почему? Это с детства, наверное. Ну, долгая история появилась. Ну, есть же стишок? Кобах, кобах, барх, санкот. Да, в детском саду все учат. Бабушка меня всегда заставляла это говорить, короче. И поэтому? Ну, там, юбилей, я в детсадах, 8 марта, Новый год. Хоть и для, короче, любое мероприятие, давай выходи. Кобах, кобах, барх, санкот. Я такой еще маленький, но русский такой маленький, толстый. И я не говорил, кобах, кобах, барх, санкот. Я говорю, кобах, кобах, барх. И после этого они не кобахом меня называют, а кобахом. До сих пор так называют. Потом как-то я в школу, в пятый класс я сюда перевелся, в город. Мама такая говорит, типа, че, давай кобахом. Целует. И кто-то услышал это, типа, кобах, кобах, кобахом. И начали кобахом называть. А бро, кролик бро, это 2013 год, когда я регистрировался только-только в Инстаграме. В это время, ну, растяжение, ну, жестко было. Эй, йо, бро, вот это вот, все вот это, пацаны в широких штанах, там, найти белые. Ну, я оттуда и как-то вышла, кролик бро, да и все. Ну, с возрастом, наверное, интересно, на что ты потом сменишь. А вот еще для Инстаграма, сколько селфи делаешь в день? Селфи? Вообще, надо ли это? 100 рублей, мобильный банк, 8914. Да шучу. Нет, почему нет, ну, когда на мероприятие хожу, на гастроли или еще куда-то, то да, не знаю, что. А так есть потребность селфи-селфи? Я что, потому что я сам ходил, давай селфи сделаю. Нет-нет, самого себя где-то, я тут, я там, я здесь. Ну, не прям-то, я в туалете, я в душе, я где-то там, короче. Ну, да, я из Ториса снимаю, ага, типа, вот я где-то здесь, вот, вот в МВК пришел там. Понятно. А можете нам что-нибудь исполнить? У него есть микрофон. Битбокс? Нет. Битбоксинг? Битбоксинг, ладно, я вам объясню, да, чутка. Битбоксинг это английская буква. Когда я учился во второй школе, посмотрел рекламу Сникерса, там был старый видео, там, ну, не музыка, а битбоксинг звучал. Вот я этот спародировал, у меня чуть-чуть получилось, и битбоксинг состоит из английских букв, английская буква Б, одна, английская буква С, и соединенную буква П, Ф, С, там, вот. Вот, я сидел в английском уроке, и на задней парте я всегда писал эту битбоксинг, и когда это все это в конце читаешь, она выходит как. Ну, типа, такого, вроде. И как реагировала учительница? Вы наверняка выдали это в эфир. Учительница? Ну, так же, на уроке же, наверное, нет? Нет, ну, на английском уроке я, по-видимому, плохо учился, слишком. Я там, знаешь, значит, hello, good morning, sit down, please, goodbye, все. И my name is... Да, my name is Soma, I am from... Так, ну, перед нами редкий, очень, очень честный человек, смешливый человек. Как вы себе поднимаете настроение? Или вы всегда в хорошем настроении? Ну, всегда, наверное. Всегда в хорошем настроении? Ну, вот, видишь, есть такие уникумы, нам попался, по крайней мере. Какая песня играет сейчас в вашей голове? В моей голове песня, у меня не играет ничего там. Ну, тогда чаще всего в плейлисте. Чаще всего. Нет, знаете, в плейлисте я слушаю не треки, которые там со словами, я слушаю инструменталы. Инструментал, это, то есть, минус. Профессиональное у тебя подходит. Да, минус слушаю, и я как бы под это пишу текста. Как ты пишешь свои песни? Как пишу? Да. Сел, заметки открыл, писал. Это понятно, но они приходят к тебе или как-то? Когда вдохновение идет. Вдохновение идет, ты это чувствуешь, начинаешь писать? Да. А оно часто приходит? Ну, да. Пока да. Пока да. Говорят, что будет турский кризис и так далее, но я пока этого не ощутил. А вот у такого веселого парня есть девушка? Я очень и очень и очень в активном поиске. А вот, девушки, пользуйтесь. Есть у нас человек, который в активном поиске находится. Так, ну, есть у нас ровно, по-моему, одна минута для того, чтобы сказать какие-то еще добрые слова, может быть, секреты открыть. Тебе слово, говори. Ну, сейчас меня бабушка по ватсапу, видишь, группа родственников, она там, сейчас Сема выйдет, прямой эфир, включайте, бабушка, привет, тетя Тамара, привет, бабушка, дедушка, привет, депутатскому всем тоже привет, и всем ребятам, кто меня знал, тоже передаю большой-большой привет. Быстро, да, очень. Вообще, да. И все, главное, понимают же, приловчились тебя понимать. Люди, мои подписчики, ну да, они знают, понимают. А кто твои подписчики? В основном, если по статистике смотреть, это 18-23 лет. 18-23, где-то так, короче. Слушайте, ну, очень здорово, что вы к нам сегодня заглянули. Мы желаем вам творческого пути, естественно, мы желаем вам развития. Желаем найти девушку своей мечты, чтобы мечта сбылась, да. Ну, и все. Надеюсь, вас еще увидят в нашем эфире, а мы встретимся после рекламы. Наступила самая любимая нами часть нашей программы. Впереди у нас вкусная шкатулка рецептов, и уже оттуда тянет с запахами вкусными. Добрый день, с вами рубрика «Шкатулка вкусных рецептов». Я ее ведущая Ирина Дегтярева. И, как обещала, сегодня покажу вам блюдо, которое можно взять с собой на пикник, на шашлык. Девочки, приглашаю вас к столу. Ух ты, как хорошо, мы только это ждали. И сегодня я хочу показать несколько закусок, если успею, конечно, да. Значит, у нас есть вот такие мексиканские лепешки. Вы знаете, наверное, да, это готовые лепешки, называются тортилья. С их помощью можно приготовить очень, ну, порядочный закусок. Например, сегодня мы можем сделать рулетики. Вот такие вот рулетики с семгой и со сливочным сыром. Мы берем нашу лепешечку. Далее берем плавленый сыр, любой сливочный, да, смешиваем его с укропом, с петрушкой. И смазываем нашу лепешку. Это можно сделать прямо перед, а, ну, хотя нет, там 2 часа она должна хотя бы постоять, потому что... А можно лаваш? Лаваш тоже может быть. Как хорошо. Тоже может быть. То есть ты говоришь, что нужно смешать и дать постоять? Да. Нет, сначала мы делаем вот такую вот колбаску, я сейчас покажу. И потом ее нужно будет обернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы она немножко схватилась. Да? Да. А потом нарезаем. Вот у нас смазали мы лепешечку и дальше накладываем сверху красную рыбу. Это может быть семга, форель в хаотичном порядке. Как звучит-то, как хорошо выглядит-то, как прекрасно. Можете другую начинку. Все что угодно можно. Можно, да, можно овощи положить, огурцы, болгарский перец. Так. Ты, по-моему, идею сегодняшнего ужина подала нам. По-моему, сегодня, да. Спасибо, мы тебе будем говорить. Готовки, девочки. Буду очень рада. Это даже не закуска. Это можно хорошо покормить неизбалованных своих домочадцев, а? Слушай, Ира. Ну, вот так вот примерно, да? А, ну ладно. Делай потом. И начинаем потом заворачивать. Калбаска, она очень хорошо заворачивается. Вот эта лепешка у нас томатная. Они бывают разные, это именно томатная. Вот так вот просто завернули. Чуть-чуть придавили, да? И заворачиваем в пленочку и отправляем на 2 часа в холодильник. А потом режем, у нас получаются вот такие вот рулетики. Пропитанные уже, ароматные. Да. Красота. И на век тоже очень красивый же, да? Можно любую начинку сюда. Слушай, ну это же превосходная действительно задумка для выезда на пикник, на пленэр, так сказать, да? Потом достал, нарезал и все. Дальше у нас, посмотрите, какой есть овощной. Шашлычок, да. Не овощной, но помидорки здесь черри, да, сыр моцарелла с шариками. И базилик я, к сожалению, вчера не нашла, поэтому мы обходимся листом салата. Значит, берем, у нас, нам нужна вот такая вот шпажка деревянная, они продаются в магазинах. И заранее я полила немножко, взяла помидоры черри, сыр, и сверху полила оливковым маслом и присыпала прованскими травами, в состав которых входит базилик. И теперь мы просто берем палочку и нанизываем сюда, вот так вот, на шпажке. Вегетарианский? Это очень просто. Вегетарианский, да. Ну, видишь, еще можно с зеленью перемежать, и вообще будет такая цветовая гамма невероятная. Листочек маленький взять. И сейчас будет у нас огород на тарелке. Видишь, как красиво. Хотела? Вегетарианское бы удовольствие. Ой, как нет, я хотела постное, я же не вегетарианец. Это не постное? Это не постное, да. Ну ничего, зато красивое, вкусное. Ничего, Ира, я в тебя верю. Опять не угодила. Я в тебя верю, Ира, я жду и надеюсь. Ну вот, смотрите, такой шашлычок у нас получается, и видите, готовится очень быстро. И красиво. И красиво, да, можете брать с собой. Далее. Что-то есть еще, да? Так, мы можем сделать еще одну закуску из тортильи. Здесь у нас уже идет для начинки куриное филе, обжаренное с овощами, с болгарским перцем, с луком. Туда можно для остроты положить еще чеснок добавить. И, конечно, кукуруза у нас консервирована, либо можно сделать фасоль. А вообще, конечно, опять же, начинка может быть любая. Как цыгивля, да? Да, берем нашу лепешку, сверху выкладываем с одной стороны, выкладываем тертый сыр. С одной стороны, да? Да, вот так вот, чтобы наполовинку было. Так. Выкладываем наш сыр. Дальше. Уже хочется не есть. Дальше кладем начинку. Вот эту. На сыр или на другую сторону? Нет, мы ее кладем прямо сюда. А вообще можем и на всю лепешку это разложить и потом конвертиком сложить, да? Но мы сложим пополам. У нас получится кесадилья. А, так вон оно что. Да. Прячется-то за этим сложным названием. Это совсем не сложно. Я уже не могу. Честно призналась. Что хочет есть? Сверху снова сыр присыпаем. Так. И потом все это дело отправляем куда? А ну, в грибовую микроволновку, либо в духовку, либо на сковородку. Вот так вот, видите, прикрываем просто. Чуть придавливаем. Корочка хрустящая была, да? Да, и отправляем это в духовку, либо кладем прямо на сковородку, если есть большая сковородка, да, и с двух сторон без масла. Просто не защипываем, она сама хорошо держится. У нас там сыр с двух сторон, поэтому он плавится и хорошо держится, да. А потом мы просто режем ее пополам, и получается у нас вот такая кесадилья. Красота. Это закуска. Покажи. Да. Так, красота-то какая. Да, и сюда можно положить абсолютно любую начинку, даже сладкую. Ух ты. Если хотите, даже сладкую. Так, ну что, это же, я знаю, что ты можешь готовить бесконечно. Давайте я немножко приверю. Дело в том, что мы в начале программы, мы знали, что будет в день смеха у нас, значит, выпуск, и думали, что же нам сделать? Да как же нам, я не знаю, обрить половину головы, прийти всем босиком? Конечно, в общем, идеи, Виталия, самые безумные. В итоге мы вовремя опомнили, взяли себя в руки, и, конечно, вот человек в белом халате пришел. Ирочка даже декольте не показала, я тут, значит, скромно стою. А на самом деле, мы тут планировали вас вообще тут шокировать изо всех сил. Но вместо этого Ира говорит, давайте я лучше просто расскажу, откуда есть пошел такой праздник, день смеха и юмора. Так откуда же? Ну, откуда он пошел? Говорят, что в России он начал отмечаться с 1700 года, потому что до этого его отмечали только иностранные придворные. Они разыгрывали двор? Потому что этот праздник имеет свои корни. С Древнего Рима, ну, тут много источников, да? Францию, говорят, еще и Ирландию, по-моему, тоже как бы приплетают к родиням. Каждый хочет приписать себе заслуги. Но случился такой, как сказать, в общем, один заезжий факир пообещал москвичам, что он залезет в стеклянную бутылку. Народ, конечно, в это поверил, начал валом валить в театр. Пришли, занавес открывается, там лежит пустая бутылка, и на ней написано 1 апреля. Кому-то было смешно, кому-то не очень, но тем не менее царь, Петр Первый, который присутствовал на этом шоу, ему эта шутка понравилась, и с тех пор, да, мы отмечаем в России этот праздник. Все просто. Здорово. А вы как, девочки, отмечаете? Вы сегодня допрашивали всех гостей, вы только сами не сказали. Ты вздохнула, да? Ну, у нас в семье, я скажу, мы всегда юморные сами по себе, поэтому у нас... Нам даже этого праздника не надо, мы всегда подшучиваем друг на другом. Хорошо. А у тебя на работе как происходит, Алина? Ну, у нас ничего тоже особого не происходит, к сожалению. А может, к счастью? А может, и к счастью, да. А то бы пациенты не ходили к вам первую очередь. Так я никто так не разыгрывал, чтобы я прям... Да? Да. А тебя? Нет, но я из всех людей, которые ранены в детстве, то есть подшутили так, что я подумала, никогда, никогда я не буду шутить больше. Ну, это что ж такого случилось? Расскажи. Понимаешь, это было детское восприятие, то есть я не могу сейчас даже... Ничего такого не было. Но мне было обидно очень. И это я помню хорошо. Но зато я всегда попадалась и верила всем шуткам. И это я помню очень хорошо. Я вот девочкам до эфира рассказывала, когда я последний раз попалась, 1 апреля меня разыграл мой же коллега. И с таким чистосердечием мне, значит, свою там задвинул речь. И я сказала, ой, спасибо. И я его так искренне благодарила, что ему... Он говорит, мне потом стало стыдно, Оля, зачем я вообще... Как мне пришла в голову мысль тебя разыграть? Такая доверчивая. Я всему поверила. Да. Ну, вот у нас есть еще одна закуска, да? Смотрите, это называется двухэтажный бутерброд. Делается из тостового хлеба. Берем 2 кусочка хлеба. Вот у нас тостовый хлеб, он тоже продается в магазинах. И один мы просто вырезаем из него прямоугольник, острым ножом. Так вот. Ну, так. Раз, и вырезали. Так, и вот этот вот хлеб с отверстием выкладываем сверху на... На обычный хлеб. На один, на другой хлеб. Так. И кладем сюда сверху начинку. Любую абсолютно. Можно положить колбаску. Сыр туда же положить. Копченые колбаски, да. Сверху можно помидорки, например. А давай еще сыр и вот это вот. Сыр обязательно. Это я же и о вас забочусь, девочки. Вам бутербродыра моими руками делает. Вернее, Иринами руками я делаю бутерброд для вас. Вот. Вот. Вот так вот режем. У нас получается как мини-пицца, да? Да. Слушай, так, прикольно. Сыренькая. А то обычно, что просто хлебушек, колбаску и сыр, да? Ничего не ем. Ну почему же? А красоте не думай. Присыпаем немножко вот так. Ты просто не положила маринованный огурчик. А если бы ты положила? Да, кстати, тоже вариант. Знаешь, как вкусно, потому что... Очень вкусно, я представляю. Ну вот. Это тоже в духовку, да? В духовку или в микроволновку. Чтобы сыр растаял. Да. И такая маленькая пицца. Сыр тает и все. Слушай, ну... Прокуска готова. Твоя шкатулка поистине кладезь хороших, вкусных рецептов. Поэтому очень с удовольствием ныряем в тебе. Спасибо за прекрасный эфир, девочки, потому что сегодня было весело, хорошо. Я надеюсь, что и в дальнейшем нам будет с вами так же хорошо, весело, а главное, полезно. Мы очень вас любим и надеемся, что это взаимно. Ну что? Пока. До встречи.